Здарова, друзья! Надеюсь, вы помните, что в начале июля этого года я выпускал видео на интересное мобильное приложение Thirsty Wallet, которое представляет из себя криптокошелек для множества валют, а также которое имеет огромное количество крутых фишек. Более полную версию обзора на кошелек Thirsty Wallet вы можете увидеть по подсказке в углу экрана, ну или по ссылке в описании. А сегодня я хотел бы рассказать вам об очень крутой и уникальной фишке, которую недавно добавили разработчики Thirsty Wallet в свое приложение. Но для начала, для тех, кто не в курсе, я кратко расскажу, что же делает приложение Thirsty Wallet таким особенным. Thirsty Wallet – это некастодиальный и анонимный криптовалютный кошелек, в котором вы можете максимально безопасно хранить несколько топовых монет, а также неограниченное количество токенов, основанных на блокчейне Эфириума и блокчейне Трона. Помимо этого, в Thirsty Wallet можно совершать обмены большинства активов между собой, при этом не покидая приложения создавать отдельные кошельки для разных целей, зарабатывать на партнерской программе, получать кэшбэк от всех уплаченных комиссий, а также анонимно и без процедуры KYC покупать криптовалюту прямо с банковских карт. Россия, Украина, Белоруссия и Казахстана. Причем вы можете привязать в Thirsty Wallet неограниченное количество карт и совершать с их помощью покупку и продажу криптовалюты TheFiat в любое время буквально в пару кликов. И комиссия приложения за это составляет всего лишь 0,2%, что является одним из самых низких показателей на рынке. Но разработчики не сидят на месте и регулярно развивают свой продукт. И вот они недавно одни из первых добавили свой кошелек в функцию RBF, то есть Replace by Fee, замену транзакций. Эта функция на данный момент из всех мобильных кошельков имеется только в Thirsty Wallet. Но в чем же ее преимущество? И сейчас я вам это покажу на своем личном примере. И для начала я куплю криптовалюту Биткоин прямо со своей банковской карты в приложении Thirsty Wallet. Для этого нам нужно добавить карту в приложение. Мы можем просто нажать добавить карту, вписать номер карты, дату, выбрать страну карты, где она была выпущена, и можно придумать название. Нажать добавить. И после этого мы можем уже вводить сумму, на которую мы хотим покупать. И для начала нужно посмотреть ограничения. Ограничения сейчас составляют примерно в 5330 рублей, а максимально 100 тысяч рублей. Я буду покупать на минимальную сумму. Ввожу 5330, нажимаю купить, и буквально в пару кликов транзакция обрабатывается, и Биткоины поступают ко мне на счет. То есть на баланс кошелька. Таким же образом я могу купить здесь и любую другую криптовалюту, которая здесь есть в списке. И более подробно об этих возможностях я рассказывал в предыдущем видео. Ну и теперь, если я хочу эти Биткоины кому-то отправить, например, своей сестре на подарок на день рождения, или, например, отправить на какую-то биржу деривативов для поддержания маржа. Что мне нужно для этого сделать? Перейти на вкладку Биткоин, нажать кнопку Отправить, далее ввести адрес получателя, сумму и можно указать также комментарий. Нажать Далее, после чего настроить размер комиссии и отправить транзакцию. Здесь я могу выбрать минимальную комиссию, так будет намного дешевле, ну и, соответственно, перевод будет идти дольше. Я выбираю минимальную и нажимаю Отправить. Прошло уже довольно много времени и транзакция все еще не обработана. Когда мы указаем минимальную комиссию, да, мы экономим. Но транзакция может зависнуть в мемпуле сети Биткоина. И может висеть там несколько дней, пока майнеры ее не подтверждят. Или пока Биткоины не вернутся на мой кошелек обратно. И хотя мы и любим криптовалюту отчасти за быстроту ее транзакций, но реалии таковы, что сети основных криптовалют, таких как Эфириум и Биткоин, сильно перегружены. Хешрейт в них неуклонно растет, и за транзакции нужно платить все большие комиссии, чтобы они обрабатывались майнерами и доходили до конечных получателей. Так вот, моя транзакция уже ушла в сеть, я не могу ее отменить, и мне остается только ждать, пока она вернется обратно, или наконец-то подтвердится. А это ожидание может затянуться не только на несколько часов, но и на несколько дней. И вот, благодаря функции RBF, недавно добавленной в Trusty Wallet, я могу взять и уже к отправленной транзакции добавить комиссию, чтобы майнеры поскорее включили ее в блок. То есть мы просто заходим в детали транзакции, нажимаем кнопку увеличить комиссию, далее выполняем все шаги, которые здесь указаны в приложении, и при выставлении комиссии за отправку выбираем кастомная комиссия, где выставляем актуальное для мемпула значение, ну плюс немного выше для верности. Узнать же актуальное значение можно на сайте блокчейр для биткоина, а также EtherScan или G-Station, если речь идет о транзакциях в эфирюме. Таким образом, благодаря функции RBF в кошельке Trusty Wallet, я могу более точно управлять временем и скоростью транзакций, и допускать возможные оплошности, например, при отправке биткоина. Собственно, и вы можете также в приложении Trusty Wallet опробовать эту крутую функцию, а также все другие фишки кошелька, такие как анонимная покупка бонет с банковской карты и обмен их между собой. Все, что вам нужно для этого сделать, это скачать приложение Trusty Wallet из App Store или Play Market, перейдя по моей реферальной ссылке в описании. Да, как я подробно рассказывал в моем предыдущем обзоре, у Trusty Wallet имеется также мощная реферальная программа, состоящая из двух уровней, в которой можно получать по 10% от комиссии, уплаченных рефералами. Так что если вы хотите поддержать меня, то можете скачать Trusty Wallet именно по моей реферальной ссылке. Ведь так или иначе, функция хранения, обмена и покупки криптовалют нужны всем. Так почему не сделать это именно в приложении Trusty Wallet? Ну что ж, вот такие вот новые интересные функции появились в кошельке Trusty Wallet, которых еще нет ни в одном другом мобильном приложении. Ну и также в кошелек недавно была добавлена супер анонимная монета Monero, доступная уже прямо сейчас в бета-версии приложения Android. Как мы видим, приложение очень быстро развивается, набирает обороты и все больше людей начинают им пользоваться. Поэтому я советую и вам опробовать все функции и фишки данного приложения, а также воспользоваться их реферальной программой, для того чтобы зарабатывать без вложений. Ну что ж, а на этом у меня все, подписывайтесь на канал, скоро будут новые интересные выпуски про криптовалюты и сервисы, которые помогут вам заработать. Покедова! Субтитры сделал DimaTorzok